На этой неделе председатель счетной палаты России Татьяна Голикова предложила людям с ограниченными возможностями здоровья самим оценить качество их жизни. Опрос должен помочь понять, доступны ли этим категориям, социальные объекты и различные услуги. Итоги подведут в конце года. Впрочем, уже сейчас ясно, некоторые государственные проекты для инвалидов точно нужно менять. Так, например, эксперимент по совместному обучению обычных детей ребят с ограниченными возможностями не удался. Особенные школьники оказались выключены из учебного процесса. Инклюзив оказался неполноценным. С какими проблемами столкнулись дети, их родители и педагоги, расскажет Юлия Боброва. У тебя какие предметы любимые? Что тебе нравится? Мне нравится все. Письмо, математика, чтение, география, ПТО, СБО. У меня пятерки и четверки. Сейчас уже сложно поверить, что 12-летний Семен еще недавно с трудом говорил и не мог читать даже по слогам. У мальчика задержка речевого развития. С такой проблемой он пришел в коррекционную школу из общеобразовательной. Как считают близкие, напрасно потерял два года. Учитель, конечно, в душе и вообще, и в делах был против того, что мы пришли. Нам в первую четверть, ну, никому не нужен проблемный ребенок. Нужно, чтобы все были с хорошими способностями. Домашняя работа у нас была на пять, а классная у нас была на три, на два. Я даже просила, я буду, мы будем платить, может быть, дополнительные какие-то занятия с ним, все. Ну, получали отказ. Таких историй в Сибири десятки, несмотря на то, что с первого сентября школы обязали принимать в начальные классы ребят с особенностями развития. Только вот учить их готовы не все. Я пришла к директору, она говорит, вы понимаете, это у нас тоже первый ребенок, мы тоже боимся, тоже мы не знаем. Леонид был, по сути, первый ребенок в той школе. Мне нужно было быть более настойчивой, чтобы школа составила ему индивидуальную программу, да, обучение, остаться там. В школе могут построить пандусы, установить поручни в уборных, но этого мало. Не все учителя готовы к работе с особенным ребенком. Согласно профессионального стандарта, который с 1 января 2018 года, профессиональный стандарт для педагогов, должны этом уметь все педагоги. Вопрос в том, что их никогда этому не учили, и сейчас администрации и руководители образовательных организаций вынуждены направлять своих педагогов на повышение квалификации, профессиональную переподготовку. Многие учреждения боятся этого пока стандарта. Облегчить работу педагогов могли быть юторы, люди, которые сопровождают ребят с ограниченными возможностями здоровья. Но таких специалистов мало, говорят эксперты. Поэтому дети предоставлены сами себе, нередко их обижают одноклассники. Говорят, что дети в школе жестокие. На самом деле, кто их сделал такими? У нас нет инклюзии. Ну, нет ее. У нас есть интеграция, когда ребенка привели на мероприятие, там, допустим, даже в ту же школу, или на отдельный урок, и увели. Но исключения есть. В этом классе к доске приставляют специальную лестницу. Только так второклассница Лиза может дотянуться до строки. На ее маленький рост здесь давно не обращают внимания. Нет какого-то разграничения, что она с ограниченными возможностями, скажем так, особый ребенок и дети здоровые. Отношения. Если даже бывают какие-то, ну, это в любом обществе бывает, то очень внимательные педагоги это, ну, скажем так, рубят на корню. А в этой школе учителя разрешают ходить во время урока. Такое исключение сделали для ребят-аутистов. Ну, это дети. Ну, вот такие они. Ну, это дети такие. Ну, вы хотите сказать, что с детьми одаренными легче? Ой-ой-ой. Но к такому настоящему включению особых детей в учебу эти школы шли с трудом. И не один год. Эксперты считают, о полноценном инклюзивном образовании в России говорить рано. В идеале ребенок с ограниченными возможностями сначала ходит в обычный детский сад, а потом и в обычную школу. Обязательно с теми же детьми и под присмотром подготовленных педагогов. Юлия Баврова, Артак Мурадян, Сергей Степанишин. Омск. Здесь.